Здравствуйте! Это новости в студии Евгений Нефанов. И вот вопросы текущего дня. Где дороги? Часто нам говорят, что причина это. Какие выводы делают в прокуратуре? Кто поможет? Мне каждый день, каждое утро начинается смотреть. Почему 11-летний Коля оказался в борьбе за жизнь? Как работать? Работать нужно честно и с полной отдачей, иначе не нужно сюда приходить. Какие указания президент дал губернаторам? Чем размяться? Сидел в интернете, смотрел видео, нашел американских ребят, потягивались, отжимались, все такое делали. Что интересного на спортивной выставке экспоцентра? А также «Авангард» купил чешского нападающего из НХЛ. Цифра дня. В среднем две из трех дорог в области не соответствуют должным требованиям. Такой вывод сегодня сделала областная прокуратура по итогам масштабной проверки. В отдельных случаях работы проводятся с нарушениями технологий, строительных норм и правил. В результате убытки исчисляются сотнями миллионов рублей. Договоры на исполнение работ и вовсе подтасовываются, а порой доходят до абсурда. В администрации Андреевского сельского поселения оплата договора по обустройству дороги была осуществлена бывшим употреблением асфальтобетонным покрытием. То есть у нас уже даже в районах применяются бартерные схемы. На фоне трагических событий, произошедших летом на трассах города и области, под пристальный контроль попали перевозчики. Переработки водителей и неисправный транспорт обнаружили повсеместно. По словам представителей прокуратуры, причина нарушений в банальной халатности. Не всегда нарушение обусловлено отсутствием финансирования. То есть нужно покупать новый автобус, а просто связанный с элементарной халатностью и неисполнением свидетельственных обязанностей. Это тоже распространено. Потому что часто говорят, что причина – это нет денег. Но на самом деле не всегда так. В итоге тысяча представлений, одно уголовное дело, а продолжаются еще девять проверок. Острые проблемы и в акушерстве. Обсудить их собрались в омские акушеры, гинекологи и анестезиологи со всей России. Сегодня второй день форума. В санатории «Рассвет» работают 300 врачей. Как добиться снижения материнской и младенческой смертности? Алла Аксенова продолжит тему. Три случая смерти. Роженицы из одного роддома потрясли о мечей и всю страну. Гибель 30-летней Елены Гайсиной получила огласку на федеральном канале. В одной из программ мать погибшей женщины рассказала, как врачи объяснили смерть ее дочери. После кесарево-сечения сразу поставили диагноз тяжелая при эклампсии, ДВС-синдром, сепсис. То есть до кесарево-сечения никаких таких диагнозов поставлено не было. То есть просто ставили, что отеки связаны с беременностью. Методы борьбы с сепсисом, лечение послеродовых осложнений – это малая часть, что запланировали обсудить врачи на форуме. Во всеуслышание они констатируют – в России материнская смертность снижается. Однако последние 3-4 года серьезных сдвигов нет. Нужны новые усилия. Главная проблема – недооценка степени тяжести про эклампсии. Это идет сплошь и рядом. Давление, как на трансформаторной будке, 220 на 140. Все равно состояние средней тяжести, и все хорошо. Да что ж такое-то? Как победить материнскую смертность? Врачи бьются над этим вопросом. Вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов Александр Куликов считает, надо четко следовать протоколам и методам лечения, использовать эффективные препараты и оборудование. На сегодняшний день служба акушерства в России, благодаря строительству перинатальных центров, внедрению новых технологий, все-таки достаточно неплохо обеспечена. И остается только этим разумно пользоваться. Омские роддома полностью обеспечены препаратами и оборудованием, сообщил специалист Минздрава Омской области Андрей Глушенко. На сегодня больше иностранного производства, но на сегодня есть заводы в Екатеринбурге, которые поставляют аппаратуру, соответствующую зарубежным аналогам, европейским аналогам, достаточно хорошего качества, на котором мы тоже работаем. Выходит, дело не в оборудовании и лекарствах. Важный фактор – квалификация врачей, их профессиональная переподготовка. Для этого и проводят форумы. В год анестезиологов, гинекологов, акушеров, реаниматологов собирают несколько раз. Омск второй раз выступил площадкой для встречи. Ирина Савельева – и слушатель, и докладчик от Омского медуниверситета. Самообразование – это, конечно, очень существенная составляющая врачебной деятельности. Но форум – это же ярко, мы можем обсудить те проблемы, которые возникают при самообразовании. Можно поделиться с коллегой, услышать его мнение. Врачи признают европейские страны лидерами в борьбе с материнской смертностью. Российские специалисты стремятся к их практически нулевым показателям гибели матери и ребенка. Все, что произносится со сцены, передовое, что есть в мире, заявляют участники. Как подтверждение, ссылки на иностранную литературу. Но вся информация адаптирована для российских врачей, учитывая опыт и возможности родильных домов. Это было в начале 90-х такое слепое копирование, ничему хорошему оно не привело. Продуктом форума станут новые клинические рекомендации, схемы лечения, как следует поступать в критических ситуациях в акушерской практике, чтобы сохранить жизнь матери и ребенка. А как искоренить халатность? Алла Аксенова, Сергей Гаврилов, Антониси. Он выступал на сцене, прилежно учился в школе и заряжал всех вокруг своей солнечной энергетикой. Но внезапная болезнь кардинально изменила жизнь 11-летнего Коли Герасимова. Злокачественную опухоль у ребенка врачи распознали не сразу. И вот уже полгода Коля борется за свою жизнь. Реальная надежда на выздоровление, наконец, появилась. Мне каждый день, каждое утро начинается смолить. Большой, Господи, помочь, 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 помочь. Колечка только выздоровела. Поверить в болезнь внука бабушка Галина Лисицына не может до сих пор. Ведь она нагрянула так внезапно. Жизнерадостный и солнечный мальчик Коля только закончил начальную школу. Собирался пойти в пятый класс. Никто даже подумать не мог, что после каникул ребенка ждет не школьная парта, а больничная койка. Небольшую опухлость на груди ребенка врачи распознали не сразу. Поговорили с врачами, они сказали, что в таком возрасте у ребятишек возрастное созревание, что там ничего такого страшного нет. Страшное было впереди. Шишка стала увеличиваться и болеть. Родители повторно обратились к врачам. Результаты анализов шокировали и разбили мир семьи Герасимовых на мелкие осколки. У их солнечного Коли обнаружили злейшее раковое образование – саркому левого ребра прямо рядом с сердцем. За полгода борьбы мальчик перенес шесть сеансов усиленной химиотерапии. Рвота, тошнота, ожоги на коже от лекарства, которое выходило через поры. На плечи ребенка выпало лечение, страшнее пытки. Я не могу, вот когда приходишь туда, вот он свернется комочком. Только это, я говорю, Колечка миленький, он только сможет, глазки откроет. У них такая боль. Он ничего не говорит, но он говорит, помогите мне, мне так плохо, помогите. Но помочь в России Коле не смогли. Дорогостоящую операцию мальчику сделали в Германии. Близкие не отходили от икон, молились, чтобы все прошло успешно, чтобы их Коля вновь стал жизнерадостным и солнечным. Мальчику удалили одно ребро полностью и два частично. Но это еще не конец. Оказалось, что опухоль дала метастазы на легкое. Врачам пришлось удалить пораженную часть. Превозмогая боль, Коля раздышал легкие и начал вставать. Казалось, что мучения позади, но нет. Исследования извлеченной опухоли показали, тяжелейшая химиотерапия, которую Коля перенес в местной больнице до операции, дала результаты лишь на 25%. А это значит, опухоль может вновь вернуться. Чтобы этого не произошло, мальчику необходимо продолжить высокодозное лечение в Германии. Цена жизни Коли сегодня это 60 тысяч евро. Собрать всю сумму семья Герасимовых не в состоянии. Они обратились в благотворительный центр «Радуга». Собрано на данный момент 140 тысяч, это всего лишь за неделю, потому что мы его недавно на сайт поставили, из 2 миллионов 805 тысяч рублей. Помочь можно разными способами. Можно приносить средства к нам, накрасивая на 4-1, можно через Сбербанк онлайн и через смски 7715 со словом «Сибирь». Сейчас кресло у стола, где Коля раньше делал уроки, пустует. Мальчик пока находится в Германии на реабилитации после проведенной операции. Если всю сумму собрать не удастся, ему придется вернуться в Омск. А это фактически значит, подписать себе смертный приговор. Без необходимого лечения опухоль снова вернется. Ксения Тойчкина, Артем Колесников, Антенна-7. Подробную информацию, как помочь Коле Герасимову спасти жизнь, можно узнать по номеру телефона благотворительного центра «Радуга» 908-902. Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с 22 победителями губернаторских выборов, в том числе и избранным главой Омского региона Виктором Назаровым. Путин подвел итоги единого дня голосования. Он приветствовал конкурентную борьбу и на ситуацию в Иркутской области, где состоится второй тур выборов губернатора, сказал, что это хорошо. Однако президент сразу же и напутствовал глав регионов на подготовку к выборам депутатов Государственной Думы. Он заметил, что среди кандидатов будут недавние соперники и призвал консолидировать общество. В завершении открытой части встречи Владимир Путин напомнил главные принципы работы на местах. Надо постоянно, независимо от политического календаря, проявлять к людям внимание. Делать это без всяких ссылок на текущие сложности. Не отмахиваться от проблем. Ну и самое главное, уважаемые друзья, если уж вы пришли во власть, избрались, люди вам доверили такие высокие посты, работать нужно честно и с полной отдачей, иначе не нужно сюда приходить. Кажется, я говорю такие элементарные вещи, но практика показывает, что не всегда, не везде и не все вроде как и знают эти элементарные вещи. А в центре Омска элементарно лысеет сквер Дзержинского. Территория между улицами Ленина и Гагарина меняется день ото дня. Здесь вовсю идет реконструкция на спонсорские деньги «Газпрома». Жители ближайших домов периодически устраивают акции протеста. Из-за технологии ведения работы их возмущает рытье глубоких траншей и вырубка ветвистых деревьев. Однако представители подрядчика уверяют, что соблюдают экологические нормы. И вот даже подсыпают опилки, такие нужные для питания корневой системы растений. Однако десяток новых пеньков все же портят общую картину благоустройства. На противоположной стороне у драмтеатра заканчивают асфальтирование. Рабочие стараются успеть к началу театрального сезона, чтобы вечерние наряды зрителей не страдали от пыльных строительных неудобств. Репортаж о предстоящей премьере Кориолан, кстати, смотрите в выпусках программы в понедельник. Ну а сейчас все внимание спорту. До старта чемпионата мира по футболу осталось ровно тысяча дней. В честь этого сегодня по всей России прошли спортивные флешмобы. Омские фанаты собрались на площади у транспортного университета. Под зажигательную музыку и крики команды поддержки все желающие могли забить гол в импровизированные ворота. Таким образом участники, среди которых, кстати, было немало девушек, выразили поддержку российской сборной и пожелали футболистам непременной победы. Это ведь мероприятие, которое объединит всех нас. Да, я не очень увлекаюсь футболом, но это команда, это российская команда, это дух России. Я желаю им огромной удачи, потому что, чтобы у них не произошло, они все равно молодцы, они наши, наши ребята. Считаю, что проблем у нашей сборной нет, просто такой период, поэтому, думаю, пацаны соберутся и все выиграют. Все ждут победу, и в любом случае мы верим в наших ребят, они у нас самые лучшие. А если проиграют, то надо делать выводы соответствующие и в следующий раз не проигрывать. Отстроишься. Ну, как без этого? Не разочаруешься? Нет, не разочаруюсь, это точно. Поддержать российскую сборную сегодня удалось далеко не всем. Флешмоб занял не более 10 минут. По сигналу звонка музыка утихла, футбольные ворота свернули. У студентов просто закончилась перемена. Достаточно этого времени, потому что это большая перемена возле нашего университета, поэтому это массовое скопление людей, как раз в этот короткий промежуток здесь в основном люди ходят. Показать спорт доступным. Такую задачу поставила себе открывшаяся в Омске международная выставка спортивных достижений. Николай Явенко передает из экспоцентра. Здесь нет таблицы соревнований, зато позитивных эмоций полно. Делегация из Южной Кореи добрые намерения подчеркивает вполне боевым танцем. Высокие достижения – это труд, а здесь можно расслабиться. Чемпионка мира, красавица и просто спортсменка Софья Скомаро, хоть и в победном дресс-коде, но сегодня выступать не будет. А вот поддержать начинающих гимнасток вполне может. Эта выставка как-то сближает все виды спорта, потому что не только тренеры встречаются здесь, руководители, но также дети очень многие встречаются, видят, скажем так, друг друга. Чемпионом – отдых, любителям – показательные выступления. Валерий Кищенко такие кульбиты исполняет на раз и на два. Количество подходов неважно. Воркаут лучше всего отражает цель выставки – показать доступность занятий спортом. Сидел в интернете, смотрел видео, нашел американских ребят, они потягивались, отжимались, все такое делали. Я бы сказал, показалось, что круто очень. В любое время могу выйти, позаниматься для себя и все. Посыл участников подхватил и Вячеслав Синюгин. Первый зампред правительства показал выносливость, раздавая почетные грамоты. Сделал круг почета у каждого павильона. Рецепт такой неутомимости оказался прост. Начать с себя, начать делать с пробежки. Возле дома, на улице, на набережной, на тренажере, как бы то ни было. Пожалуйста, сделайте это, соберите волю и сделайте этот первый шаг к здоровью. Флорбол, альпинизм, футбол и множество других секций записаться в которые можно прямо на выставке. Николай Явенко, Сергей Гаврилов, Антена 7. Согреваться разминками, пробежками и тренировками, а мячам нужно еще несколько дней. А в понедельник в городе потеплеет. Сначала в школах, детских садах и больницах, поликлиниках, а затем и в многоквартирных домах. Причем в тех, что оборудованы приборами учета. Постановление о начале отопительного сезона, подписал мэр. В последнюю очередь батареи начнут горячить в гостиницах, общежитиях и вузах. В прошлом году здания исправно топили с 22 сентября по 6 мая. Теперь о профессиональном спорте. Один на один. Новая серия бойцовских турниров стартовала в центре единоборств. Соревнования будут проходить каждую неделю. Первыми на ринг вышли тайбоксеры. Ранее провели статковые поединки за право выступать в следующих этапах. Боксировать с соперниками из других регионов и даже из-за рубежа. Владимир Истомин в курсе. Быстрый переход с жестких, сжалящих атак руками к высоким ударам ногами. И молниеносная рубка в клинче. Лучший боец турнира Егор Ионов совсем недавно успешно выступил в отборочных соревнованиях чемпионата Европы. И в новом турнире подтвердил свои амбиции. Атаковал мощно, глубоко, с сериями. Соперник Марлен Алмаканов принял вызов, но на весь бой его не хватило. Ионов красиво выиграл по баллам. Хорошо отработал руками. Быстро сокращал дистанцию. Старался использовать начальные элементы тайского бокса. Это колени, клинч. То есть скрутки соперника у канатов. Я думаю, что получилось достаточно хорошо. Яркими скоростными сериями руками блеснул еще один победитель отбора на Европу. Сергей Соболев. Бойцу противостоял сильный соперник. Станислав Агишев славится своим умением вести жесткий, плотный бой. Соболев сумел провести несколько хороших атак из правосторонней стойки и выиграл по баллам. Хотелось как-то обыграть маневренно, обмануть, скажем так. Но получился бой именно такой, как получился. Вроде бы все сделал, но не совсем до конца. Будем стараться дальше. Хорошую технику тайского бокса продемонстрировали наши лучшие юниоры, братья Бабиевы. Дмитрий здорово наращивал давление на соперника по ходу боя, атаковал длинными сериями. Евгений блеснул высокими, с большой амплитудой ударами ногами и умело держал дистанцию. Расмастерство юных омских спортсменов отметил организатор соревнования, президент профессиональной бойцовской ассоциации Олег Кудринский. Здесь будут проходить, кроме проаматорских профессиональных боев, будут проходить бои среди любителей, среди новичков среднего уровня и ребят, которые достигли уже успеха. То есть мы всем даем шанс выйти на большой ринг и показать себя. Турнеры по тайскому боксу и близким версиям будут проходить в центре единоборств каждую неделю. В следующий четверг на ринг выйдет новая группа спортсменов. С соперниками омичей будут бойцы из Тюмени и Новосибирска. Владимир Истомин, Сергей Гаврилов, Антенна 7. «Авангард» заявляет пятого иностранного игрока. За нашу команду будет играть в нападающей сборной Чехии, претер чемпионатов мира и Олимпийских игр Мартин Эрат. Совсем недавно, в конце августа, хоккеисту исполнилось 34 года. Практически всю свою карьеру он играл в НХЛ, Зенешвилл, Вашингтон и Аризону. 931 матч, 568 очков. Эрат командный игрок, опытный, умный, зрячий, с хорошим пасом, всегда набирает много ассистентских баллов и универсален. Как нападающий может играть и в центре, и на фланге. Бросает булиты. Соглашение рассчитано на один год. Чешский форвард присоединится к команде в ближайшее время. Сегодня у ястребов игра в Екатеринбурге с автомобилистом. Из самолета на трассу победитель прошлого марафона. Кенийский бегун Джон Киуй прилетит в Омск в воскресенье в 4 утра, а в 10 выйдет на старт. В этом году по объективным причинам усложнился процесс получения виз. И заграничные спортсмены прибывают в Омск практически к старту 26-го сибирского международного марафона. Соперники у чемпиона есть. Это в первую очередь те же кенийцы, а также стаер из Эфиопии. Готовы бросить вызов и российские спортсмены. Ну а в споре женщин за главные награды марафона. Побегут известные российские бегуни Альбина Майорова и Олеся Нургалеева. Выступит ли кто-то из ведущих омских спортсменов, этот вопрос пока открыт. Большое количество любителей бега побежит на дистанциях марафона. Ведь ознанных забегов 3, 42 километра, 10 и 5. Они стартуют на Соборной площади в воскресенье в 10 утра. Регистрация в эти дни идет в экспоцентре на выставке «Спорт, молодость, здоровье». Для нас главное участие, коллективное такое, с нашими друзьями. Просто пообщаться, набраться хороших эмоций, впечатлений. Подготовка к марафону проведена полностью. Завершаем апробацию трассы, реставрируем, ремонтируем трассу. Сегодня идет регистрация здесь в континенте, в экспоцентре. Регистрация всех участников. Уже более 5000 зарегистрировалось на 5 километров. На 10 километров где-то порядка 600 человек. И около 800 уже на полную дистанцию. Желаю вам пробежать без сбоев свою жизненную дистанцию. И приятных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова